На ТГшечку ты подписался? Я вообще-то к тебе обращаюсь. Слушай меня внимательно. К тебе, мой хороший, который смотрит этот прекрасный ролик. Вообще, очень забавно, что так совпало, что именно сегодня у нас с тобой день рождения. День рождения канала 7 лет. Счастья, радости, везения. Я желаю в день рождения. И лучший мой подарочек, как говорится, это ты. Поэтому давайте лайк там прожмем, ну и подпишитесь на канал. Кому не сложно, наверное, вот один раз в год вот можно вот даже самым ленивым подписаться. Да, там колокольчик прожать, чтобы уведомления приходили. У кого он не прожат, просто прожмите, дам не пропускать ролики и стримы. Кстати, вот здесь вот, вот здесь в Heart Insight, ты можешь как раз найти самое интересное. Да, это все наши стримчики, которые каждый день. Сейчас вот на ВК-плей еще фильм пойдем смотреть. В общем, все полезные ссылочки найдешь внизу в описании. Также ты найдешь там ссылку на World of Warcraft. Это муар ПГ-игра с огромнейшим открытым миром. Здесь ты можешь выбрать любого персонажа из любой расы. У каждого из них есть свои отличительные твердые способности. А эти способности сможешь использовать в аюзи-боссах в подземельях или с обычными игроками. В игре проходят поставленные турниры. Недавно вот был турнир на 5 миллионов рублей. Игра, кстати, абсолютно бесплатная. Первый ссылок в описании. Ну а мы начинаем. Тебе от всех вот с чата, ребят, привет. Он сидит в фильме не есть, мой хороший. Так, ну поехали, давай. 50 страшных вещей, сразу снятых на квадрокоптер. Надо сразу поставить лайк. Я человек простой. Увидел любимый канал, взял, поставил лайк. Так, все, сейчас страшные вещи начнутся. Сейчас все здесь начнем бояться. Поехали. Не только красивого пейзажа... Кстати, ссылочку на зомби-чезы оставил, как всегда, внизу в описании. Уже много лет говорю одно... Ну и то же. Подпишитесь и передайте ему пламенный привет. ...птичьего полета. Квадрокоптеры могут совершенно случайно заснять ужасающие события. Мистические события. Мистических тварей. Весь этот ужас невозможно объяснить. Вы на канале зомби-чезы. И у нас мега-подборка. 50 страшных загадочных видео, снятых при помощи квадрокоптера. События, произошедшие за последние несколько лет. Зомби-чез постарался. 50 минут нарезку сделал. 50 минут. Если бы мне кто-нибудь вот такую новенькую заставочку, да, там, сделал всякие 3D модельеры, моделеры, кодеры. Вот это вот, да, вот так анимацию там разную там вот сделал. Сказал бы, Лешка, на тебе вот на 7 лет такой подарочек. Вот бы было бы, конечно, классно. Да. Ты охуелся. После того, как туристка в Индонезии была унесена подводным течением водопада, спасательная группа была отправлена на поиски ее... Нихрена себе, туристка. А, ну как всегда, камера, я понял. ...тело. Но, видимо, квадрокоптер обнаружил только ее призрак. Многодневные поиски команды явно не увенчались успехом. И тем не менее... Чего? На этом видео появляется молодая женщина, которую никто из спасателей не мог видеть в то время в воде. Только кадры с квадрокоптера показывают ее. Люди буквально смотрят сквозь нее и не обращают внимания. Женщина появляется из ниоткуда. Как гласит история, родители пропавшей девушки узнали в этих кадрах свою дочь. Но она бесследно исчезла, зайдя за камень. Я вам, значит, расскажу. Я вот так вот всегда думал. Ладно, я тебе потом расскажу. Там всякие мысли вот эти вот были. Ладно, не сейчас, не сейчас. Ну, она за камень заходит. Дрон пролетал ночью над большим полем, когда заметил что-то довольно необычное. Смотрим. Дрон, оснащенный объективом ночного видения, замечает странную фигуру, стоящую посреди... А, кукурузу срезают. Алло, это полиция. Ты куда звонишь? Поле. На первый взгляд это классическое изображение инопланетянина серого цвета. Ночью инопланетянин, бля, кукурузу ворует. С поля, бля. С маленьким телом и большой губикой головой. Оператор отмечал, что сначала он подумал, что какой-то охотник или работник на поле. Но потом понял, что рост чуть больше метра. И кто бы стоял в поле ночью, в полной темноте, без фонарика. Можно предположить, что это просто может быть какой-то случайный силуэт, который отдает тепло. Если долго всматриваться, можно даже увидеть два оленя, стоящих очень близко друг к другу. Дающих странную перспективу. Вполне вероятно, что все же это не инопланетянин, который зашкирился в темноте посреди поля. Так это олени реально, два. Я, кстати, все инсайды, которые обещал, выложу, если что. Вот Гриша Завозин говорит, скажу вам кое-что про вашего любимчика. Один человек, очень мистическое, да, он сейчас расскажет. Один человек зашел в здание и вышел с кучей денег. Что произошло, по вашему мнению, и кто это был? А я уже им рассказал. О-о-о, Лас-Вегас. Дай деньги. В ротландских озерах определенно обитает что-то большое и странное. Лох-Несс. Несмотря на многочисленные заверения скептиков об обратном. Считается, что в озере Лох-Несс обитает загадочный крупный зверь, которого видели тут. Как они этот, уже это озеро выдрочили. Они уже отправляли туда экспедиции. Они уже подняли все камни на дне озера. Господи, они посмотрели во все пещеры. Заглянули, там рыба вот с такими глазами говорит. Уходи отсюда, дай мне здесь посидеть. Уже все там, уже просто все. С космоса, со спутников, со всего этого озера просветили. Нету там этой Несси Хереси. Нету. Тут на протяжении сотен лет. Да, Лох-Несс это туристы, которые туда приезжают и покупают. Путёвки, бля! Мамонт Несса, ёпта! Чисто мамонтов скамят уже на протяжении, я не знаю, скольких веков. Просто туда, а туда только... Просто озеро. Это гении, понимаете? Это гении. На властях просто придумали, говорит, у нас знаете чё? Блядь, что у нас есть? Что, что, говорит? Парк развлечений строить дорого, сука. Может быть, второй Диснейленд? Откуда денег столько взять? Блядь, говорит, мы всё своровали. Что у нас есть? У нас есть овечки. Овечки есть везде. Никому не интересно. У нас есть поля. Поля есть везде. Никому тоже нахер это не интересно. Господи, что же у нас есть? У нас есть озеро. Озеро, озеро. Блядь, не поедут на озеро. Давай, короче, говорит, в озере живёт рыба большая. Блядь, блядь, рыбы везде есть большие. А может быть, там живёт... Бобер! Реликтовый ящер. Все такие, ебать, колотить. Как доказать? Давай, говорит, два бревна сделаем. Как будто холмы на воде. Ты, говорит, снизу, Серёжа, меня подсадишь. А я, говорит, чучело голову, говорит, дреликтового ящера, говорит, нацеплю. Блядь, говорит, всё. И лохи будут ехать веками к нам деньги везти. Браво, блядь. Уже сколько веков это уже ищут этого лохи собираются на озере и ищут лох Несского чудовища. Так они нашли уже друг друга, ёпта. И продолжают наблюдать и до сих пор. Да, наблюдать. Под кличкой Несси. Он известен всем вам и всему миру. Конечно, блядь. Однако странных морских существ видят и в других озёрах и реках Шотландии. И недавно появилось... Гении, блядь, гении. Чистые воды. Невозможное доказательство их существования. О! 54-летний житель... Некий... Глад Валакас. Он же пожилая Чим-Чима. Нашла пожилое Несси, блядь. Или Лесси, чьи кого там? О, боже. Великобритании Ричард любит активный... Это Ричард, это у деда погоняло такой Ричард в Великобритании. Он шифруется просто. ...на природе с плаванием на лодках и рыбалкой. В конце сентября Ричард отдыхал в Шотландии. Он сплавлялся на каное по реке. Снимая свой маршрут как с видеокамеры, так и с помощью беспилотника с высоты. Беспилотника. С помощью он снимал свой маршрут. Вы вдумайтесь. 54 года пожилое тело спускается на каное вдоль побережья, блядь, вот этого озера. Взял с собой квадрокоптер, квадрокоптер, спутниковое наведение. Беспилотник взял с собой, блядь, что же он не взял с собой, я не знаю, истребитель, блядь, не поднял воздух. Я не знаю, ну взял бы еще, я не знаю, разведывательную поисковую, блядь, команду. Просто, потому что когда по реке справляешься, ты как бы, ну, а как по-другому? Я всегда только так хожу, да, по реке, да. В этот момент дрон заснял берег, на котором стояло каное. И хотя этот момент в выложенном видео длится всего несколько секунд, многие пользователи тут же заметили в воде, совсем рядом с берегом, нечто очень странное. Этот объект был в длину практически с два каное. И больше всего был похож на доисторического морского ящера с длинной шеи, плезиозавра. К сожалению, че... А он случайно не похож на просто груду камней, которые ушли в воду, нет? Через несколько дней после того, как это... Или дерево какое-нибудь затонувшее, нет? Или еще что-то, нет? Видео стало вирусным и попало в СМИ. Его автор закрыл ролик от публичного просмотра. Так что остались лишь скриншоты из его видео. Сам Ричард не заметил этого, когда монтировал свое видео. Ну конечно, ну конечно же. Ну как можно заметить, блядь, объект в два каное, который находится рядом со своей, блядь, этой... Этой весельной твоей этой херней, с твоим этим новым, блядь, ковчегом. Ну как заметить можно? Ну никогда ты не заметишь, что с воды, что еще с чего-то, с неба, я не знаю. Незаметно, вообще незаметно. О боже, блядь. Зато внимательные зрители заметили и стали предполагать, что Ричард, вероятно, заснял лохнесское чудовище. Лохнесса он, да, заснял. Сверху четко можно видеть у длига, прямоходящее существо, покрытое полностью коричневой шеей. Вот еще одни гении, блядь. Говорит, блядь, пацаны, там лохнесс, просто бабки качает, невозможно. Говорит, туда грузят, просто целые экспедиции. Люди, говорит, на берегу живут, ищут, блядь. Этого лохнесса, говорит, найти не могут, друг на друга смотрят. Понимаешь? Понимаю. Блядь, говорит, что же нам? У нас, говорит, один лес, блядь, говорит. Сережа, говорит, одевай костюм гориллы. Он, говорит, ребенок аниматором работает. Одевай. Иди, говорит, полез, а я тебя с коптера сниму. Лохи сразу. Йети, блядь. Поехали, блядь. В поисках Йети сразу сафари, блядь, организовывать. Вот не нашли. Полтора миллиона, говорит, сафари на Йети. Говорит, с вертолета пострелять. Всех, говорит, поперехуячили. Йети не нашли. Ну, не повезло. Прилетайте в следующий раз. Я гений. Явно не медведь и не горила. Если внимательно присмотреться на кадры, то видно, что существо ростом более двух метров. Крупное существо невозмутимо шагает по безлюдному лесу. Скептики утверждают, что это может быть охотник, одетый в теплые лохмотья. И оператор дрона принял его за бигфута. Если бы дрон подлетел к этому силуэту поближе... Да, и никто не смотрит наверх. Что-то, говорит, жужжит. В каком ухе у меня жужжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж мы бы могли более детальнее рассмотреть. А может... Но коптер, он не спускается ниже, понимаешь? Потому что палево будет. Коптер летит всегда на одном расстоянии. Вот, блять, вот у него, ну у него зона такая, он ниже не может спуститься коптер. Под углом он не может спуститься, хотя бы под 45 градусов, чтобы харю этого идиота рассмотреть, который нацепил этот костюм. Нет. Он всегда может только ровно сверху лететь на определенном расстоянии. Да, в упор он не может подлететь. Там датчики просто на полкилометра сверху только можно смотреть. Да, больше никак. Оператор не придал этому значения и не думал, что это может быть снежный человек, а понял это только после просмотра записи. Что думаете, бигфут или охотник в пальто? Пальто. Лось на дереве, ёпта. Смотришь, говорит, на коптеры лечу, лечу, говорит, смотрю, говорит, вроде бигфут, а нет. Смотрю, говорит, пятно какое-то сидит, говорит, 300 килограммовое на ветке, блять, смотрю, говорит, батюшки, гнездо, а в гнезде лось. Пальто. И тут, говорит, я проснулся весь в говне, блять. Стал свидетелем двух пролетающих неопознанных объектов овальной формы. Эти объекты быстро пролетают через экран дрона, на который Джеймс снимал закат в районе Муава, в штате Юта. Объекты были достаточно реальны. Наиболее очевидным предположением было бы то, что это были летающие жуки или птицы, что заставляется... Которые вышли на сверхзвуковую скорость, блять. Не обязательно... Жук, что ли, майский пролетел? Не пойму. ...в том, что это птицы или насекомые, так это скорость. Летающие объекты блестят, как металл. Люди предполагали, например, что это могла бы быть пуля или гоночный дрон. Членули ее... Сука. Это тоже почти невозможно. Пулю невозможно было бы запечатлеть на камеру. Ну конечно. Скорость намного быстрее. Но это или жук, или пуля. Тут одно из двух. А скоростной дрон так быстро не летает. Да. Джеймс, автор этого видео, говорит, что это самое странное, что он когда-либо видел. Независимо от того, какой ответ будет правильным, жуки, пули, дроны или... Представляешь, приходишь в специализированное заведение, на тебя рубашку одевают с длинными рукавами, говорит, что... Который сзади завязывается, говорит, что произошло, говорит, блядь, говорит, профессор, говорит, я, представляете, на своем этим холикоптере лечу, ничего не предвещает беды. И тут, говорит, не пойму, то ли пуля на меня летит, то ли жук, то ли НЛО. Два кубика пиздюлина и три кубика галоперидола, говорит, где идиоту, и в пятую палату к Наполеону. Ну все, пожалуйста, добро пожаловать, ты дома. Это видео остается навсегда неразгаданным. Навсегда неразгаданным. 3 октября 2021 года квадрокоптер, пролетающий над черным лесом, который находится в Канаде, заснял кое-что действительно странное. Посреди густо засаженных деревьев начало происходить невозможное. Кто-то или что-то начало трусить и раскачивать несколько деревьев, такси... Нихера себе, блядь, трусить и раскачивать, он сосну вековую там качает. Что там трусить? Нам четыре сосны качает, ты кто такой-то? Сильно и с такой легкостью... Ветер, наверное, да. Блик в камере. Сложно даже представить, кто способен на такое. Теорию о том, что эти деревья просто рубят, отпадает. Явно видно, что дерево не падает, а его просто кто-то или что-то... Это дискотека века. Оп, битмейкер. Да, ветер в одном месте, ёпта. Нигде нет, все деревья стоят, а ветер в одном месте есть. Прямо-то ровно в одном месте, блядь. Качает так сосну, что сейчас... Сосну, да. А давай. Не знаю ни одного живого существа, которое способно огромнейшее дерево так растрясти. А также не знаю ни одного механизма, который так бы делал. Тем более в этом густом лесу технику некуда было бы завести. И самая страшная часть данного видео показывает, опять же такие... Жук, наверное, майский, ёпта. Кто-то или что-то, если верить тому, что видишь, вырывает его с корнем и просто уносит вглубий лес. Автор данного видео пытался подлететь поближе к месту, где все это происходило. Но все... Но ветер сильный помешал. ...казалось вне зоны видимости из-за густо засаженных деревьев. Нам остается только предполагать, что это за существо, может снежный человек или что-то подобное, могло сотворить такое с этим бедным деревом. Ваши догадки пишите в комментариях под видео. Что это такое? Это пуля. Охотник, находясь в лесу, выслеживал оленей. Запустил квадро... Оказался он сам оленем, ёпта. Коптер, чтобы было легче их обнаружить. Ну как только он... Блядь! Что это такое, блядь? Он поднял аппарат перед собой и, пролетев немного вперед, Коптер запечатлил странное инопланетное существо. Добби свободен. Я только убежал. Опять. Оно прячется и явно боится человека. У этого существа светятся глаза и широкие уши. Что это было? Неизвестное науке лесное животное или какой-то инопланетянин? Что думаете? Пишите ваши предположения. Мне кажется, это вообще собака просто обычная, просто смешная. Собака, конечно, просто залипла в коптер. Это довольно пугающее видео, снятое с квадрокоптера, парнем по имени Джо. Он направляет дрон глубоко в лес, чтобы обнаружить интересных лесных обитателей. Джо со своим другом пролетает на коптере над болотом и начинает думать, что не заметили что-то... Два мужчины, машина, один пульт управления. Осуждаем. Что-то странное. Но, когда они спустились пониже, замечают вот это. Хоть они и в безопасности сидят в машине, но этот момент все равно наводит дикий страх. Начинаешь переживать, когда один из голодных аллигаторов зловеще смотрит прямо в камеру дрона и движется на него. Как думаете? Блядь, я думаю, хорошо, что коровы не летают. Этот аллигатор ищет еду или просто охраняет свою территорию? Это видео было снято ютубером, который на своем канале выставляет различные пейзажи со всех точек мира, снятых на квадрокоптере. Еще один. Имейте в виду, что автор видео не преследовал цель в этом снять что-то паранормальное, но совершенно случайно ему это удалось. Совершенно случайно. Данное видео было снято на необитаемом острове в Бразилии. Недолгое время этот... Я, говорит, значит, совершенно случайно попал на необитаемый остров. Совершенно случайно взял с собой квадрокоптер и совершенно случайно запустил его над заброшенным домом. А в этом доме совершенно случайно... Этот остров... Показался Лох Несс. Он смотрел на меня. Это, говорит, ты. Был заселен, но теперь он полностью заброшен. Это мы можем заметить по огромному количеству заброшенных домов. После того, как ютубер, снявший этот остров на свой квадрокоптер и выложивший в сеть, ему начали яростно писать огромное количество людей, что он заснял кое-что паранормальное. Внимательно посмотрите на один из заброшенных домов. В окне дома можно заметить темную призрачную фигуру, которая на мгновение появляется, а после исчезает. Про постановку и монтаж тут и речи быть не может. Конечно, речи быть не может. Это вообще абсолютно исключено. Компатер видео сам не знал, что тут такое есть. А пользователи в ютубе заметили это спустя несколько недель. Так что же это могло быть за призрачное существо? Игра света, монтаж или... Игра света. Светлана, вы здесь? Что-то действительно паранормальное. Пишите ваши предположения в комментариях под видео. Возняк, ёпта. Это мистическое видео, снятое с квадрокоптера, было впервые загружено на ютуб в 2016 году. На нём изображён мужчина, идущий по тротуару, прежде чем он начинает бежать, сломя голову вперёд. Он делает несколько шагов и внезапно исчезает. Хотя некоторые поспешили указать на то, что кадры можно было бы легко подделать, некоторые зрители подумали, что этот человек на самом деле мог быть путешественником во времени, захваченным дроном в тот самый момент, когда он перескакивает в другое место, или имеет способность телепортироваться. Хотя невозможно сказать наверняка, что на самом деле происходило в этом видео. Это, мягко говоря, странно. Слушай, нам надо начинать, ну, свои ролики снимать. Я просто чувствую то, что, ну, у нас тоже открылась сверхспособность телепортации во времени. Я думаю, пора. Я думаю, пора. Это просто лоха, да, с сервака кикнули. Может ли этот человек... Да ты чё? Это век телепортироваться, или даже путешествовать во времени, или это не более чем глюка в видео? Как вы думаете, что здесь произошло? Автор видео по имени Кайло снимал со своего квадрокоптера красивые и мрачные пейзажи зимнего леса, когда вдруг, пролетая над заснеженным небольшим железнодорожным мостом, он замечает очень странный объект. Воздушный красный шар, который кто-то примотал к мосту. Ничего не напоминает. Мы видим, как по мосту проходят люди, и особо на красный шарик внимания не обращают. Полетав немного над местностью, вроде как Кайло особо ничего необычного не заметил, но решив напоследок вернуться еще раз к этому мосту. Мы можем заметить силуэт, переодетый в костюм клоуна. Кайло начал за ним следовать, что призвело к весьма странной реакции клоуна. Он убегал, прыгал, нервничал, кидал камни в дрон безуспешно. Видимо, очень хотел скрыться от преследования. Что делает этот жуткий клоун в лесу? Слушайте, я тоже видел одного клоуна, из-за которого потом встало все направление Октябрьской железной дороги. Вот он тоже по железной дороге прыгал, пока Сапсан по расписанию не прошел. Он так и прыгал. Ему говорили, слезай с путей, дебил, опасно. А он это, да. И курсе на третьем, на четвертом, не помню на какой, да. Потом на три часа его пока отскребали. Да, и все нормально. Все нормально, да. Все хорошо, все отмыли, очистили. Все, дальше поезда пошли. Да, мы в этот день на автобусе поехали домой. Это очередной пранк над людьми, и его заметили, или все же это постанова автора? Это правда. А может это самый настоящий маньяк, который так любит переодеваться в костюмы? В любом случае, видео получилось весьма... Вот именно поэтому я всегда говорю, занимайся спортом, не занимайся. Всегда что должно быть с собой? Захотели, вы знаете, погулять где-то вдоль железнодорожных путей? И вот, пожалуйста, шарик, пеннивайз, но какая разница, если у тебя разряд по спортивной стрельбе? У тебя вообще просто, я не знаю, ворпурги его ночь, затмение, полнолуние, у тебя всегда все стабильно. Почему ты меня спросишь? Потому что гранд пауэр у тебя есть с собой, да. Вот здесь вот он у тебя в кабуре, в такой спортивной, и прям... Оп, и все. Интересным и жутким. Вот так вот можно бегать, не бегать, тебе без разницы. Ты просто знаешь то, что у тебя первый выстрел при застегнутом пиджачке, он у тебя в районе двух секунд, и все. И последующие еще несколько выстрелов, они прям... Он прям на выходе, знаешь, вот так вот тут берешь его, да. Вот так тут раз, рученьки, они, знаешь, такие раз, так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. И ты пока рученьку до конца довел, у тебя ручки вот так вот отсузились, уже все, уже надо менять, да. Да. И главное, если до конца не выстрелить, еще один, один там оставляешь патрончик, да, потом раз, этот меняешь, да, вот этот вот, как его, я забыл, ребят, как называется-то, я сам не шарю. Это, который выпадает, там, эту новую вставляешь, да, и можно продолжать, представляешь, да, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так забавно, так забавно. Да, ему можно бегать, можно в костюме клоуна, в костюме зайчика, можно в костюме... А, магазин называется, все, я понял. Обойма, да, я не помню, ребят, я далек от этого. Вот, и, короче, представляешь, можно в любых костюмах бегать, поскольку хочешь, человек. Ой. Вот невероятные атмосферные кадры с высоты птичьего полета, снятые дронами. Мы видим гигантское произведение, выгравированное на скалах, очень давно, и это невозможно заметить из земли. На горе стоит верблюд, его пятеро, бут, двое в уши, трое в нос, довели его до слез. Что это? А, ну я, кстати, это видел, это где-то в какой-то пустыне, да, да, да. После того, как это было обнаружено в пустыне примерно в 700 километров... О, это было, было. О, ля, елдач... Там писюндрович в пол моего города, ёпта, это откуда снимают, с космоса? Там, ты, говорит, где живешь? Ну, где-то в районе Мошонки. Да, вот, посмотри, какого нарисовали, искусство, блядь. Ты это потом Ютубу расскажешь. Ты посмотри, какая елдачела нарисована. Это какой-то космический, это, космическая залупа какая-то. Ты осуждаю. Из ближайшего города удалось сделать такое. Также были обнаружены похожие гигантские рисунки. О, здесь замазали. Которые также можно видеть только... Ой, лёд, смотри, блядь, пожилая ракета. Фигура кажется размером более 4 километров с головы до ног и более 25 километров по окружности. По сей день, кто создавал эту наскальную живопись, неизвестно. Кто с болтярой по колено. Пусть комплексует. Но они-то не знали, что есть стример, у которого как бы... Строит много теорий. Как давно и кто. Есть догадки, что это мог сделать художник Бардиус Голбер. Но он отрицает, что это дело его рук. А также подозревает, что этот узор был сделан еще одним местным художником, который жил в 19 веке. Почему только недавно обнаружили... Я тоже одного художника знаю, который жил тоже относительно недавно. По-моему, австрийский, я не помню, какой художник, да, какой-то. Прекрасный художник тоже всякую живопись рисовал, увлекался, да. Этот рисунок, хотя он был создан давно. И как его можно было сделать в тайне от всех, без специального тяжелого оборудования? Я, кстати, не понял. На самом деле, вот это пожилая загадка. В апреле 2020 года квадрокоптером совершенно случайно было заснято весьма странную и, скорее всего, секретную ситуацию. Во-во-во, еще одна. Действия разворачиваются на ненамного отдаленном острове, который видно с берега Нью-Йорка. В данном видео мы видим бригаду рабочих, одетых... С берега Нью-Йорка. ...с головы до ног в белые защитные костюмы. Погрузчик закапывает неизвестный секретный... Секретная, сверхсекретная операция, но при этом летает коптер над ними и все снимает. ...ящики, которые лежат в канаве. Также мы видим... А в ящиках кто? Напишите в комментариях. ...видим людей в черных костюмах, которые стоят в... Да, тот, кто АВП не скидывает на последнем раунде, да. Точнее, не он, а тот, кого он очень хорошо знает. ...стороне и наблюдает, контролирует весь засекреченный процесс. Видно, что люди в черном не рискуют приближаться к этим ящикам ближе. Явно там что-то радиоактивное, ядовитое. Я бы сказал, токсичное, да. ...смотреться, ящики имеют форму человека, и на ум приходят разные нехорошие мысли по поводу этой ситуации. Страшно подумать, что может быть там внутри. Если с этим грузом так бережно обращаются, закапывают под землю на безлюдном острове, может ли быть там что-то действительно страшное? Случайно снимающее данное место квадрокоптер запечатлил... Случайно. ...действительно что-то страшное, что-то секретное. То, что нам нельзя было видеть. Что думаете? Я думаю, что это все пиздеж. Чистые воды. Мягко, мягко говоря. Мягко, мягко говоря. Но вот что квадрокоптер Расти запечатлел на этом кладбище. Из кладбища исходили жуткие звуки, крики, стоны. Боясь самому заходить в это место, парень запустил свой дрон для исследования местности. Именно тогда он и заснял что-то похожее... Сейчас бы я, конечно, тоже своего дрона бы запустил. ...на жуткую фигуру, выходящую из-под земли. Кстати, этот момент мы разобрали. Это старый видос, который мы уже смотрели. И ребята доказали. Спасибо огромное очень внимательным ребятам, кто умеет с техникой работать, со всякими штуками. Мне кидали видос, как это даже делается. Если что, это фэк. Фэк, стопроцентный. Да-да-да, это фэк. Очень хорошо сделано. Сущность просто появляется из-под земли и исчезает в темноте. Возможно, это тот самый призрак матери. Автор видео, Расти, настолько испугался этого призрака, смотря через объектив квадрокоптера, что развернул его, дабы самому убраться с этого места побыстрее. Что думаете об этом видео? Пишите в комментариях ваши предположения. Ну, кстати, фэк неплохо сделан. Очень неплохо. Ну, согласись, вот так вот. Это загадочное видео, снято с дрона, на котором олени ведут себя очень странно. Автор этого видео, руководитель арктической экспедиции, он поделился с снятым... Ничего странного нет. Я, кстати, видел, где себя еще олени ведут, очень странно. Значит, есть такая тема. Значит, как она правильно называется? Ребята сейчас в чате подскажут. Есть даже научные названия, где олени вот так вот в круг собираются в центре. И, короче, называется... Как? Кто знает? Слэм, правильно. Он еще Круг Смерти, да, называется. И, значится, где-нибудь начинает вот эта вот группа петь. И вот все на припеве начинают в этом круге... Вот это крутится. Я по телевизору видел. Страшно, блять, очень страшно. Там постоянно кто-нибудь пропадает в этом круге, да. Очень весело. Они там руками машут. Там, короче, весело. Вот у оленей такая же туса просто. Видать, какой-то говнарь в тундру приехал и понеслась, да. С квадрокоптера роликом на своей странице в Facebook с подписью «Кружение оленей». Зачем они это делают? То, как это видит дрон, завораживает. В комментариях пользователи тут же начали делиться своими версиями странно. Прикинь, взял костюм оленей и пошел против часовой стрелки. Просто, блять, им сломался вообще, чтобы у них мозг поломался. Взял в самый центр, блять, пробился и, короче, начал ходить просто... Вот здесь тут начал крутиться против часовой. ...ножевописного поведения оленей. Защита от нападения волков и медведей. От гнуса они таким образом спасаются. Брачные игры. Особенной популярностью комментаторов пользовалась версия с самообогревом. Греются, наверное, и загон маленький. Во-первых, греется. Во-вторых, вытаптывают снег, чтобы найти под ним ягель. В общем, видео с танцующими или водящими хороводами и оленями быстро стало вирусным и вызвало жаркие дискуссии по всему миру. Но независимо от того, чего хотели добиться олени своим причудливым поведением, получилось у них красиво. Очень красиво. Помимо полученных красивых кадров с неба, дрон еще хорошо используют для поисково-спасательных операций. Эти кадры с дрона стали вирусными недавно в интернете. На кадрах изображен 23-летний парень из Индии, который оказался в ловушке на линии разлома холма на высоте около одного километра. Я вам уже рассказывал про таких конченых. Это когда мы на Эльбрусе были. Помните историю? Не помните? Я вам расскажу еще раз. Значит, приезжаем мы первый раз на Эльбрус. Помните, ролик мы там снимали, вот это все дела. На канале можно найти. И нас пригласили к себе замначальника МЧС при Эльбрусе. Мы, значит, с ним общаемся. Я говорю, слушайте, какие у вас были самые смешные истории? Он говорит, слушайте, он говорит, сразу есть самая смешная история про одного мудака. Говорит, с радостью вам поделюсь. Значит, говорит, есть дебил, который... Вот есть три типа людей, которые ходят с профессиональными... Ну, восхождение на Эльбрус, да, это идет с профессионалами. То есть, с людьми, аккредитовыми гидами, которые знают все. Пожалуйста, все. Они проведут, отведут вниз, помогут спуститься. Все хорошо, все замечательно. Но зачем платить больше, когда есть кореш Сережа, который тебя проведет эксклюзивной тропой? Да, там, где вообще, блядь, не ступала нога вообще ни одного оленя, кроме тебя и еще трех идиотов, которых он до этого проводил. Вот. Но есть именно тот тип людей, про которые нам рассказал вот господин МЧС. Знаете, какой? Которые идут в соло. Соло, епта. Этот мудак, по-другому его не назвать, три раза, три, блядь, проваливался. Как они, гроты называются или чикак? Там, где разлом-то. То ты идешь, идешь, он снежком припорошило. Ты наступаешь и туда... И там можно лететь, там 30 метров, 40 метров туда, там ледяные такие, как эти. Поехали. Вот. Три раза он выжил. Три. Три, Карл. После одного раза невозможно. Ну там, ну там лететь, он каким-то хером, каждый раз его пожилое тело зацепляется. Один раз идиота кто-то увидел, сообщил МЧСник. Чтобы вы понимали, чтобы поднять этого конча, туда вертолеты не летают, там воздух разряжен уже очень высоко. Снаряжается команда из МЧСников в количестве, по-моему, 7 или 10 человек. 10 человек оставляют свои семьи. Говорят, все окей, все, их с выходного, все, как бы, ну, критическая ситуация, человек в беде. Надо помогать. Все, они пошли, блядь, в эту гору, все, попиздили. Достают его. Куча снаряжения. Там эти ратраки, огромные такие, специальная техника завозится. Короче, потом его тросом оттуда тянут. Говорят, эй, чудила, блядь, на, прицепи себе крюк. Короче, вот эта вся вот эта блевантина, она занимает, я не знаю, сколько времени, сколько денег и средств. Его достают. Он говорит, ребят, вопрос не в том, что он провалился. Он говорит, это первый, последний раз. Это первый, последний и все. Его берут, говорят, ну, ладно, отпускают. Потом приходит сигнал, опять человек провалился. Как вы думаете, кто? Опять он. Ломает себе руки, ноги, все, что можно, ломает, достают живой. Пропадает. Полтора года нет мудака. Забыли уже все про него. Как вы думаете, третий раз кого через полтора года вытаскивали? С обморожениями конечностей. Говорят, ну, ты реально, ну, пожалуйста, ты можешь что-нибудь уже, ну, можешь, нет, уже. Прекрати, ну, мы устали туда подниматься уже, ну, невозможно, блядь. Ну, ты представляешь, ну, три раза, три раза он проваливается в эту щель, в эту, блядь. Ты понимаешь, а чтобы вытащить человека, это же целая эпопея. И ему везет. Он не улетает туда. Его и каким-то макаром не рвет вот этими острыми выступами, еще чем-то. Вот, представляешь, это вообще вот как вот, есть какие-то комментарии? Ну, бывает. Вот такой же, пожалуйста. Ты представляешь, ты коптер поднимаешь, а тут вот. Парень поднялся на холм с двумя своими друзьями, подскользнулся и упал в глубокую... Подскользнулся и упал. Ты представляешь, ты берешь с альпинистской снаряжением. Ты все знаешь, все умеешь. У вас куча людей лезет. Понимаешь, у вас там всякие эти крюки, кошки, Алешки, еще кто-то там, кого там только нет. У вас там, блядь, куча, вы там лезете, стараетесь. Ты вот здесь вот лезешь, представляешь, по этому тросу, а здесь чувак в скале сидит. Бокое ущелье, из которого выхода нет. Он незначительно ранен. Друзья бедолаги вызвали спасателей. Он провел в таком положении... Как, вот есть у кого-то какие-то предположения? Как он? Он не лез, он упал сверху. Как он зацепился? Как он живой? Скажи мне. Как это вообще возможно? 40 часов. Ждал, пока спасатели смогут добраться до него. На протяжении этого времени дрон... За что он здесь цеплялся? ...второго были сделаны эти кадры, передавал парню еду и воду. Альпинисты добрались до него и спустили по тросу вниз. Ну как он, ну мау, блядь. Автор этого видео Кайл, который запустил свой квадрокоптер, дабы запечатлеть красивые виды леса и протекающую реку в нем, но все оказалось гораздо интереснее, чем просто кадры леса. Пролетая возле моста, проходящую через реку, он заметил при помощи дрона какое-то подозрительное движение под мостом. Отправив туда летающий аппарат, мы можем заметить жуткую фигуру в маске клоуна. В руках у ряженого человека... Это как обычно эти... ...жуткая фигура замечает квадрокоптер, начинает за ним гнаться, кидаться камнями и всем, что под руку попадается. Есть три варианта происходящего, и все они вполне реальные. Этот неизвестный в маске снимал пранк, кошмарил проезжающих рядом людей. Это был реальный, не изменяемый человек, переодетый в клоуна, который, вероятно, либо пугал людей, либо пытался на них напасть. И последний вариант, сам автор этого видео, Кайл, сделал такую постановку. Какой бы из этих вариантов мы не выбрали, в любом случае, костюм клоуна, да и вся ситуация в целом, получилась волнительной. Вы заметили, что очень много кадров, которые с этого? То есть, раньше были, да, у Чеза? Я проснулся в туманный день, здесь, в Северной Калифорнии. Но есть и новые, есть и старые. Мой новый квадрокоптер подняться над туманом. И я поднял его на 120 метров. Вид на голубое небо над туманом. И вроде бы это просто красивое небо и туман. Но оказалось, что там пролетает туманный НЛО. Вот еще раз необработанная версия. Видна маленькая черная точка. Но это явно не самолет. Итак, прямо сейчас увеличиваем. У него есть форма. Посмотри на эти маленькие... Кстати, я хочу отметить, не так давно была тема, на которой космонавты начали очень много говорить. Я очень удивился, потому что это не наш любимый РЕН-ТВ, а уже, по-моему, то ли BBC, то ли какой-то другой канал иностранный. То есть, это официальная, так скажем, версия тех или иных событий, которые происходили в те или иные годы. Причем это произошло после того, как кто там, НАСА, да, рассекретили снимки. Огромное количество снимков. Это первое. Дальше Илон Маск, где он в Твиттере, да, по-моему, у себя заявил то, что, как он сказал, ребят, типа, скоро человечество узнает всю правду или что-то, да, типа такое. Как-то он так написал, интересно, сразу же после этого. Вот. И потом начали говорить очень многие космонавты, пилоты и все остальные, то, что о существовании НЛО там и так далее и тому подобное. Поэтому, вы знаете, наверное, может быть и правда. Я не знаю, что это, но может быть действительно правда. Запросто, кстати. Хотя нет. Зависит зареги, попросим. Майский жук. Блин, очень круто. Все вроде бы нормально. Когда дрон поднимается повыше, было замечено кое-что очень странное. Я и вы, думаю, подобное не видели ранее. Странное было обнаружено уже после просмотра отснятых кадров. Смотрите. Видели это? Смотрите еще раз. Кажется, можно увидеть странные вибрирующие помехи в облаках. А после происходит странное явление. Как будто резко из трубы выбросили пар. Но это точно нет. Ведь это... На монтаж не похоже. Это далеко от жилых районов. Высоко и глубоко в горах. Как думаете, что это за странное явление? Слушайте, ну может быть какой-то этот... Какое-нибудь, знаете, типа... Явление какое-нибудь природное. Или еще что-нибудь. Ну такое. Не произошло высоко в шведских горах. Я тоже думаю. Даже не знаю, как классифицировать произошедшее. В 2017 году 20-летний парень по имени Закари был остановлен полицией. Причиной его остановки... Может ветер, да. ...стало подозрение в контрабанде, которую он перевозил на машине. Остановка была на берегу океана во Флориде. Оба облака кольца пускает дыма. В мгновение ока, а зак... Да, абсолютно, кстати, согласен. Вот рак в танке, пишет, говорит, природа вообще непредсказуема. Полностью солидарен, полностью согласен. Столько такое количество всяких природных явлений, еще не изученных, новых. Поэтому хрен его знает, что это может быть. В Токаре ничего лучше не придумал, как попытаться убежать от полиции и выбрал весьма невозможный путь. Пробежав вдоль берега несколько километров... Приезжай в Питер. Я не так давно был, кстати, в Питере. Ты вот на Телеграм не подписана. Марьяна вот девочка нам пишет. Или мальчик, или по нику, наверное, девочка. Вот если бы ты была подписана на ТГ, да, или на Бусти, например. Ссылочка на Бусти есть внизу в описании. Я, между прочим, говорил про то, что я был в Питере. Да, буквально вот неделя не прошла. Он прыгнул в воду. И еще, кстати, собираюсь, да. И поплыл вдаль. Сложно представить, что было в голове у парня. Ну да, он поплыл в сторону Бесконечного океана. Понятное дело, что таким образом скрыться ему не удалось. Дрон его засек, когда тот отплыл весьма далеко от берега. Он устал и мог утонуть. А еще хуже, акулы. На одном из кадров даже можно заметить акулу, которая проплыла вдоль. Ни Закари, ни акула друг друга не заметили. План ареста перешел в план спасения. Ведь у парня устали руки и ноги. И он вскоре мог утонуть. Он был спасен и арестован. Автор этого видео тестировал свой новый квадрокоптер. Он пролетал над ближайшими... А, в Питер? Нет, нет. Я в Питер... В этот раз я, значит, прилетал на Неоклассику. Сходили, отдохнули, почилили. А, ну, маленько погуляли. Ну и, соответственно, в следующий раз хочу приехать на Мотике туда. Так что доеду. Поселениями также снимал кукурузное поле. Как вдруг пилот дрона замечает в поле кое-что очень странное. Подлетев поближе, можно заметить это. Посреди поля... Если хотите, кстати, я кусочек выложу. Давайте в ТГ. В ТГ могу выложить. Что мы слушали, где мы были. Окей, забились. Все. Сразу сейчас после стримчика, перед тем, как пойдем на ВК, выложу. Все. Стоит очень жуткая пугало. Мне очень понравилось. Сразу говорю, я далек от всяких этих театров, балетов, опер. Но мне очень понравилось. Единственное, жалко только то, что не попал. Они играют, знаете, как ребята? Они играют из разных игр. Они короли шут на инструменталках. Поняли, да? Короче, огромный... Как это правильно называется? Вот это вот, когда там всякие... Рояль, там скрипки, виолончель. Как вот это вот все? Оркестр, да, наверное, называется правильно? Я говорю, я далек от этого. Вот. И вот, значит, вот это все, вот это вот они вот берут и переигрывают. Представляете? То есть переигрывают максимально... Максимально переигрывают вот эту всю карусель. Да. И очень интересно. И вот я, к сожалению, не попал на короли шут. Очень хотел бы послушать, как они играют. Потому что, ну, сам являюсь, сами знаете, давним фанатом этой группы. Вот. Очень бы хотелось. Высоты птичьего поля. Ну, и, конечно, хотелось бы там героев-третьих послушать, как они играют там в Ведьмака и все остальное. Очень интересно. В полете можно даже предположить, что это стоит человек. Ну, почти. В моменте, когда автор поворачивает дрон, дабы улететь, можно заметить, как жуткая пугало пошевелилась. Автора вновь поворачивает дрон к этой фигуре. Пугало, держа при этом билы в правой руке, стоит неподвижно. Как оказалось, посреди поля, кто-то, переодетый в реалистичный костюм пугало, стоит посреди кукурузного поля и пугает пилота квадрокоптера. Короче, я что предлагаю? Разделить это видео пополам, потому что уже 55 минут, но это только я могу видос, который идет 24 минуты, смотреть час почти, да? Так что давайте разделим на две части и вторую часть посмотрим с вами в следующем видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С праздником нас! Нам 7 лет. Молодцы! Субтитры сделал DimaTorzok